и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа с вами Олег Алабудвин и мы проходим тренинг по мануальной терапии сейчас мы лежа на девочки определили где какие у нас методы где есть искажения в позвоночнике да и куда мы будем воздействовать соответственно у нас вот немножко склювен таз здесь он подъем назад поэтому он стал чуть меньше чуть ниже тут подзвучно поезд выше расстояние короче здесь шире соответственно будут напряжено крестцово-подзвучно сочинению здесь первые позвонки 5-6 или 5-4 поясничные смещены немножко незначительно влево грудные позвонки смещены вправо что говорит о том что начинается что-то сколиоз степень как ты говоришь еще только вообще самая начальная стадия соответственно вот здесь тоже немножко с 7 с 7 смещён вправо опять 3 2 2 2 2 влево атлант развернут по часовой стрелке вот сейчас мы будем общие методы воздействия на позвоночник оказывают поэтому может быть все подробности вы сейчас не увидите на этом видео поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и нажмите на колокольчик чтобы увидеть следующее видео когда мы дойдем до конкретных приемов правки узких локальных мест позвонков все наше обучение построено от общего к частному от простого к сложному поэтому сейчас нас будут простые такие широкие методы для этого воздействует мы будем на голову человека а чем-то его прикрыв салфеткой полотенцем или даже через его собственную одежду для того чтобы руки не скользили в этот момент важно знать чтобы помещение у вас было желательно без шумов музыка не играла громко да вы слушали ушами что вы делаете на что воздействуете и чтобы не было спозняков теперь положим человека симметрично ровно плечи расслабили голову может вывозь бог она расслабилась лопатки выпирают тогда нам нужно будет опустить руки вниз чтобы лопаточки нам не мешали и соответственно ну вот по нашей схеме диагностику провели цифра мой до 2 там расселили разогрели достаточно быстро человек молодой подвижный гибкий много времени на это не займет размяли релизинг и там поступивали покачиваем это потряхивали до чего мы сделали еще раз повозить своему позвоночник чтобы он ходил ходуном расстресли его ну это все мы проходили в нашем массаже специальном мануальном поэтому подробно я на этих сетях останавливаться не буду далее идет постойчивание поколачивание по интересующим нас властям бьем соответственно невости статус который мы отмечали да а рядом по по сути по ребер на позвоночном сочленение речи с поперечными отростками по нему грудной отдел там и плавающие ребра перекрывающие почки мы не бьем ниже тоже по почкам да вот тогда тоже можно бить во первых по гребню во вторых по плесцу и по плечам бьем это получается воздействие на лопатку поиск лопатки да и первые и первое я обычно говорю фразу очень известную можешь повторить я птица говору отличаюсь умом и сообразительностью отличаюсь умом и сообразительностью вот а теперь громко и все вместе ну вот разно жутко здесь мне до чтобы было чтобы они больше расслабились вошли в доверие да то есть по сути тут это смешная фраза из фильма из мультфильма тайна 30 планет про алису алису который ездил за животными по другим планетам там была очень известна попугай который залогает летала вот такой голос электронный голос робота примерно так она говорила я птица говорю он отличаюсь умом и сообразительностью вот очень знаменитая фраза я поздно говорю вот октября до мультики озвучивать летом искать снимала случайно карьеру в них поправить теперь вот уже раскачиваем до задаем движение человеку спирали образные не спирали образная змеи образно и дойдя до точек напряжения здесь сюда внизу дальше вас не идет а тут лопатка даже не идет вот ставим руки на самом выступающей точке тут уголок лопатки здесь гребель подвошенных костей вот эта часть он диагонально сюда и сюда дальше вы добавите время на сочтенение то есть на выдохе смотрите если ребенок ну или человек хузенький да можно все на одном выдохе сделать если человек тяжелый такой мощный да его надо будет в каждом раз дополнительно раскачивать напряжение нажали нажали опять на полу черепа уже не спускаемся то есть смотрите что мы сделали покрутили поколотили да по раскачивали и дошли до при напряжении мобилизация мобилизация достаточно резко и жестко мы другими руками наши инструменты прямая рука желательно прямая поэтому это будут свои забывают в асфальфе до строить должна быть прямая наше тело должно находиться над телом человека до желательно машин сила наш центр тяжести на центром области воздействия две точки до центра пусть наша равновесие цена тяжесть нас должен ходить на этой точке вот тогда и подействия симметрично на лопатка соответственно он диагонали можно в этом приеме немножко об акцент сместить если нам кажется но мы почувствуем руками что напряжение больше здесь здесь не хватило до ворота тогда мы больше делаем удар в эту сторону и тело смещаем сюда то есть тут будет рука прямая то есть мой центр сяжется сместился вот сюда если надо здесь то смещаем чуть сюда делаем акцент на верхней части следующий прием только на повестничную область мы раскачиваем таз доходим до преднапряжения руки ставим накрест дай бог не сползли то есть нам все эти ткани нужно для того чтобы воздействие происходило только на то место куда мы прицелились когда мы набрали свой взор свое внимание до чтобы ни в коем случае не соскользнули иначе будет травмирован или мышцы спазмированы вот доходим до преднапряжения вот пёплес в таз там стол а это рукоток поддерживает ребра она по сути не давит после этого идет в действие манипуляция я специально трубку не кладу чтобы выглядело в силу преднапряжения выдох продавили следующая техника сейчас мы рассматриваем все техники это лежа на спине такие общие да без конкретики на есть позвоночке целиком далее берем за кожу и расслабляем расчесаем крестцово крестцово-позвоночное сочинение репета с 1 на этом месте показывали точку будет рисована вот за вот это место если подвергаем вверх кто-то боится когда щипается когда нормально к этому относится следующее сочинение от дождь на крестцовое вот тут не хватает за косточку то есть примерно по диагонали вот эта диагональ и по вот этой диагонали так и захватываем и выдерживаем себя также проходимся по всем позвонкам до грудного отдела примерно где у вас лопаток начинается там наше воздействие прекращается потому что уже просто позвонки не удерживаются ну смотрите по людям у кого-то плотная кожа что посадить вообще нельзя да у кого-то все легко и шатается как-то шарниров так что может дойти под душей грудной отдел мы растрясаем дополнительно горизонтально обратите внимание как я стал если я стоял здесь мой вес находился на этой точке даже при удерживании когда я работаю с этой области я перешел сюда и встал на дни хватаю сбоку за покрямо чистых отростков вытягиваю кожу и ретрясаю друг относительно это просто дополнительно встряска дополнительное расслабление грудного отдела далее мы еще будем воздействию с ударными техниками на декомпрессию грудного отдела для этого подготавливаем сначала мы уже проберем кулачками да теперь делаем из ладони такую вакуумную подушку и бьем пальчиками в кости ска отростки снизу вверх поскольку они у нас растут видите примерно по 40 градусов назад он подбиваем получается так методом показываю мягким учусь подушку делаю в этот в эти косточки 2 до упираемся но не важно тремя пальцем одним пальцем между двумя пальцами зажали ассистый отросток снизу вверх протрясли и теперь будем производить манипуляции делаем лодочку вот такую удар производится в этой частью нижней часть ладони и горфовидной косточкой в общем то можно делать по-разному кого-то руки такие мощный бой что они прям берут зажимаются систо отростки между подушечками подел нет бугор марса и венеры большого пальца так кто-то делает кулаками это делает вот этими запястьями демонстрируют да потому что сейчас мы это на практике естественно отработаем а для видео многие нюансы тело надо видеть напряжение после этого поворот сейчас это все почувствуешь на себе вот а сам основной удар это делается но самый простой начнем с простого это вот такой кивок и с разведением стороны для этого опять желательно чтобы наше тело находился напротив область воздействия если не получается человек большой для вас это можно в принципе залезть на стул будет лучше потому что высшим корпусом если стоя работаем да то есть такой маленький секретик ловите лайфхак от олега гудвина хвост кенгуру называется да ну для тех людей которые такие как может подавить да то вы свой импульс помогаете ему больше усилий придать за счет движения ногой назад ногой для чего у пингуру хвоста знаете хвоста в белке это как маятник он задает и к качание таким образом импульс прыжка получается лучше сильнее понимаете также здесь но любой на вы не ваших поведет и прицелились нашли на приживение и потом выдох так и следующий прием разжатия позвоночно-уперечных отростков в стороны начинаем с уголка лопатки вверх уголок лопатки растянули перпендикулярно позвоночнику в стороны прицелились прицелились прошли до преднапряжения и говорим человеку выдох делаем толчок не теряем дальше можно пройтись 3-4 области воздействия до ломочек ребер дальше нет смысла следующее воздействие это скрутка мы берем верхнюю часть тела у меня был скрылся сюда да соответственно с этой стороны внедряемся в позвоночник доходим до преднапряжения и потом тут в процедуальную сторону и туда то есть это движение будет сюда и это движение вот сюда у здорового человека можно для симметрии пройтись три-четыре места воздействия опять только до плавающих ребер раз-два-три это опять для здорового человека для тех кого сколиоз мы делаем в одну сторону в ту сторону куда в противоположную сторону выступающим зонтам они выступлены сейчас вправо вот сейчас работа на практике дорогие друзья в следующем видеоролике мы рассмотрим всевозможные методы скрутки мобилизации с помощью вращения и ротации в целом всего позвоночника лежа подпишись наш канал а еще лучше приходится на тренинг я всему научу